На целый день волейбольный комплекс превратился в центр притяжения красоты, пластики и грации. Утром сюда приехали 39 детских танцевальных коллективов из разных школ искусств Подмосковья для того, чтобы продемонстрировать свои достижения в таком сложном и в то же время в таком притягательном виде танцевального искусства, как балет. Весна священная Мы коллеги, мы друзья, мы партнеры и мы горим идеей того, чтобы пространство детского любительского танца стало гармоничным, чтобы танцевальное искусство в России было на высоком уровне. Кроме Ильзе Лиепе в состав жюри вошли другие заслуженные артисты России. Критерии отбора самые строгие, ведь победители получат уникальную возможность в марте следующего года выйти на сцену Большого театра для участия в специальном галлоспектакле. По итогам конкурса такую возможность получили 4 танцевальных коллектива. Среди них ансамбль «Вдохновение» из Одинцовской школы искусств «Классика». Готовимся мы каждый день. Не только к этому конкурсу. Мы уже успели принять участие за это полугодие 4, вернее в 3 конкурсах, этот четвертый. Поэтому мы всегда в боевой готовности. Конечно, я не ожидала, что масштаб такой будет, что вот это будет как-то так настолько серьезно. Судя по словам Ильзе Лиепе, что дети будут награждены поездками. И вот даже сейчас было сказано, что в Большой театр они будут приглашены. Конечно, ну очень удивлено. А после конкурса новичков и любителей на сцене Валейбольного сменили мэтры с насыщенной концертной программой «Русский балет» и нескучной истории о танце. Ильзе Лиепе познакомила зрителей с интересными фактами из истории балета. А народные артисты России Наталья Крапивина, Георгий Смелевский и Александр Тимофеева показали захватывающие номера, после которых долго не стихали аплодисменты. Ильзе Лиепе полагает, что этот фестиваль – серьезный шаг на пути к тому, чтобы город Одинцово стал культурной столицей Подмосковья.